Рад приветствовать вас на канале Коинпост. Криптовалюта кардана появилась на рынке только осенью 2017 года, но уже смогла показать рост стоимости в 65 раз всего за 3 недели, войти в первую десятку криптовалют по капитализации и заслужить звание японского эфириума. Кто придумал и продвигает криптовалюту кардана? Чем она отличается от других и какие имеют перспективы? Все это в нашем обзоре. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А мы начинаем! Идея криптовалюты кардана принадлежит Чарльзу Хоскинсу, который был одним из ранних основателей эфириум, но ушел из него ради собственного проекта. Чарльз хотел создать более совершенную и безопасную платформу, чем эфириум, и поэтому привлек к разработке ученых из передовых мировых университетов, а именно из Эдинбургского, Афинского и Кеникутского. За это про криптовалюту кардана говорят, что она построена с помощью научной философии. Для запуска проекта провели ICO, которое началось в 2015 году и закончилось только в 2017. За это время было продано 58% токенов проекта, которые называются EIDE, и собрано 63 миллиона долларов. Примечательно, что 95% всех инвесторов проекта проживают в Японии. За это кардана прозвали японским эфириумом. Также отметим, что всего было выпущено 45 миллиардов токенов, и кроме монет для инвесторов, 11% из них остались разработчикам, а еще 31% зарезервирован для выплат вознаграждения майнерам. В октябре 2017 года криптовалюта кардана официально представлена широкой публике и включена в рейтинге криптовалют. В начале января 2018 года она достигла пика стоимости и имела капитализацию почти 30 миллиардов долларов. Но с тех пор кардана подешевела в 14 раз, и на сегодняшний день ее капитализация немного больше 2 миллиардов долларов. Тем не менее, проект развивается согласно дорожной карте, уже запущен блокчейн и разработан собственный криптокошелек. Проводится тестирование смарт-контрактов. Разработчики кардана делают ставку на свои технологии и позиционируют себя как блокчейн третьего поколения. Основные технологии – это разделение сети на два уровня и уникальный алгоритм консенсуса. Двухуровневый блокчейн подразумевает разделение транзакций токенов ADA и смарт-контрактов. Первый уровень обрабатывает балансы кошельков пользователей и позволяет им проводить расчеты между собой, а второй отвечает за запуск и работу смарт-контрактов. Таким образом, при возникновении проблем на одном из уровней, это не затронет второй. Говоря проще, баг в смарт-контракте не приведет к заморозке или потере криптовалюты пользователей, как это уже неоднократно случалось в эфириум. Майнинг кардана осуществляется по алгоритму OurBores, который является разновидностью Proof-of-State. Вся жизнь блокчейна разделена на множество эпох, каждая из которых длится определенное время, например 20 минут. При начале новой эпохи выбираются майнеры, которые и будут обрабатывать транзакции. Шанс быть выбранным в качестве валидатора блоков зависит от количества криптовалюты на счету потенциального майнера. Также группы пользователей могут объединить свою криптовалюту и выступить в качестве одного валидатора. После того, как одна эпоха жизни блокчейна заканчивается, ее сменяет следующее, в начале которой майнеры выбираются заново. Этот алгоритм майнинга очень напоминает делегированный Proof-of-State, который применяется в EOS и Tron. Но он более устойчив к централизации сети за счет постоянного принудительного переголосования за валидаторов. Напоминаем, что ваша подписка и лайк – это лучшая мотивация делать еще более качественных видео о криптовалютах. А теперь давайте поговорим о ключевых особенностях кардана. Сложно понять, что создатели криптовалюты кардана подразумевают под выражением научная философия, но стоит отдельно отметить профессионализм их команды разработчиков. Мало какой проект может похвастаться тем, что над ним трудятся специалисты с профильным образованием. Лучше всего это заметно по white paper проекта и отчетам по текущим стадиям разработки. Если говорить о команде в целом, то тут они тоже удивились за счет спланированного разделения труда. Всего за кардана отвечают три организации. IOHK, которая создана Чарльзом Хоскинсом и обеспечивает разработку и улучшение блокчейна. Cardano Foundation, отвечающая за контроль разработчиков, взаимодействие с властями и медиапродвижение проекта. Emerga, инвестиционная компания, которая помогает развиваться стартапам, планирующим использовать блокчейн кардана. И последняя важная особенность заключается в том, что несмотря на начало работ еще в 2015 году и нахождение в топ-10 криптовалют, кардана – это еще крайне молодой проект. Возможности пользователей ограничены отправкой транзакции, а смарт-контракты пока есть только в тестовой сети. Кардана выстрелила зимой прошлого года и полностью оправдала надежды ICO-инвесторов. Они все еще могут находиться в восторге от полученной прибыли, а вот перспективы нынешних владельцев токенов AIDA несколько хуже. Если посмотреть на такие криптовалюты, как EOS и TRON, то полноценный запуск их блокчейнов способствовал лишь умеренному росту капитализации. Поэтому не стоит ожидать новый To The Moon от кардана. Особенно если учесть, что на рынке платформ для смарт-контрактов намечается серьезная конкуренция, и кардана пока не может участвовать в этой битве из-за незавершенной разработки. Напишите в комментариях, ждете ли вы полноценного запуска кардана и про какие еще криптовалюты хотели бы увидеть обзор? Обязательно подпишись, нажми колокольчик и поставь лайк, чтобы не пропустить следующий ролик. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах CoinPost. Подписывайся и просвещайся! А там пам и ничего не записалось.